Йоу-йоу-йоу, чуваки, боулинг-клуб, какое-то шоу, видимо, или чё ли это такое, я не знаю. Где засветились Ирина Кайратовна и Хиро, давайте заценим, посмотрим. Поехали. What the fuck? О безвестной казахской провидице сказано и написано немало. Слепота вследствие несчастного случая на концерте за Лимбо. Он нагнулся, и она увидела его копилку. Жизнь отшельницы и предсказания всех хитов топ-чарта Spotify и Apple Music, она родилась с именем Харлаваш. Но музыкальные лайблы знают её как Азека. Энн, мне кажется, лохотрон это всё, есть же. Эти экстрасенсы, курицы, музыканты эти. Марка, можешь, пожалуйста, потише, а? Да чё тише, мы два дня уже тут стоим. Да не может в стране быть столько рэперов. Дегру, тише будь, пожалуйста, а? Да вы знаете, что было в последний раз артистом, который проявил неуважение, скажите? Ничего с ним произошло. Он написал, шоку с дар, а потом? А потом он исчез. Чё ты, это парковод, короче, типа. Ну, братан, вот и наша очередь. Ты же понимаешь, что это может быть самый важный день в нашей жизни. Я в смысле? Ты же говорил, самый важный день в нашей жизни, это день нашего знакомства. Не, тут днем вообще полная хуйня. Запишемся, Геню? Сейчас. Так, пацаны, давайте бабки вперед и проходи. А, да-да, конечно, сейчас. А можно вопрос, да, почему мы в хранцузских суммах оплату делаем? Вы из хранцтана, да, походу? Нет, так просто, прикольно. А, понятно. Сонарис хранц, походу. Э, курицу давай. Э, херняж полная. Напиши у себя, где им. А что вы хотели? Четыре дня уже тут стоим. Херняж сказал или хуйня сказал? Уши, хуйня, быть панком. Сфоткаешь этот листок и на WhatsApp не отправишь, окей? На аватарке колоски будет стоять. Проверю. Всё, давайте, поцик. Ну, здрасте, ажики. Опять с нежданчиком вы в машине сидите. Только в машине музыка может распыться, как тибетский кокос. А дым от кальяна, словно мудрый побудчик, проведет по твоим чакрам этот жирный бас. Еее. Баван, включай свое дерьмо. Да, да, сейчас. Ну, это полная хуйня. Так и запиши у себя. А ты что сидишь? Включай свое дерьмо. Чувствую, твое дерьмо будет получше. Тоже хуйня. Ну, с клипом зависти. Фух. Смотрите. А вам не говорили, что вы на Джака либо капец похожи? Капец как похожи. Ну что, телепузики, качнем интернет? Какие нахрен телепузики, а? Ты где это взял? Ну что, сучки, кайфуем? Это гениально. Давай, работаем, снимаем. И начали? Скыр-скыр! Хэй, всем хайп и ауф, мои горячо любимые зрители! Рослава Агаров, Полост. Читает, что главным в людях является чувство юмора и целеустремленность. Любит приколы ватсап, не доверяет телеграм. Не понимает, что он бумер и пытается быть в теме. Подожди, бумер, это вот эта же тема, да? Тире-тире-тире-тире-тире-тире-тире-тире-тире. Тире-тире-тире-тире-тире-тире-тире. Бардан, какой хайп, какой ауф. Может быть, хотел сказать, гвыдафт, наверное. Баужен Калхабаев зумер, но уже отец троих детей. В школе был тем самым единственным человеком, который в конце урока спрашивал, а что на домашнее задание задали? Все на него оборачивались косо, а он снимал штаны и срал дневник. Ну что, добро пожаловать на наше новое музыкальное шоу. Это самое трагикомедийное и самое непредсказуемое... Жигитар, жигитар, жигитар. Бейбыт қорған. Но это вот эт кидор. Аз, мен, өз фанатымыз ондан бежен. Асамулек бейбытыға. Меня зовут Джонни Кейдж. Я хотел бы задать вам один важный вопрос. В чем секрет ваш ол успех? Эй, Джонни Кей, балапан. Ол сын темес пе? Менің қыпиям. Оу. Диско! Оу! Что ты бейсуе 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 бейсуе? Подожди, это только что в натуре было? Ага. А кто его позвал? Я даже не знаю. Бейбіна, говорю вам, это здравая тема. Тикток будет в шоке. Просто залетите и скажете хип-хоп. Или рок? Жооооу! А может быть диско? Диско? Я в деле. А наш следующий гость, представитель современного поколения культуры Hip and the Hub, игрок старого и нового поколения. Встречайте, самый сочный, вкусный рэпер, обладатель быстрейшего флоу во всем соуссайте. И это... Я считаю, это лучший трек. Этот трек просто четкий, брат. Бля, вообще. Это не мой трек, с чего вы взяли? Я в курсе, что это неправильно. Вкусный у него пить. Добро пожаловать, Хиро. Сау-малейкум, как ты? Как ты, как вы дела? Штек, все охуеть. Спасибо тебе, спасибо тебе огромное. Реально, что вот, ну, несмотря на Новый год и вот этот плотный, праздничный график, ты пришел к нам и нашел свободное окошко для нас. А ты что, манекюрем занимаешься? Нет. Блин, нет такого, что не осталось в Казахстане нормальных рэперов, которые манекюрем занимаются? Манекюры, это? Не, ну, раньше хоть до Гуда Джаз были. Яр, у тебя вышел трек особо крутая, который все твои слушатели ждали целых пять лет. Пять лет, еще бы два года и в школу пошел бы трек. Нет, прикинь. Почему так долго, Хиро? Почему так долго? Это для прикола просто. А ты точно серьезно занимаешься? Точно? Ну, бля, так же, как и ты, брат. Это, короче, вечер-вечер, типа. Херо, правда ли, что этот трек станет частью твоей пишки из четырех треков, которые выйдет через 20 лет? А клипы на эти треки ты презентуешь через 5 лет на своем юбилейном концерте. Херо, 50 лет на сцене, мои года, мое богатство. Бля, ты совершенно прав, бля. Ты сейчас просто взялся и рассекретил здесь. Вы знаете, я не терплю насилия в любом его проявлении. В жизни очень мало вещей, за которые бы я подрался. Моя семья, например. Друзья, близкие. Честь. Пес. Кусочек батона такого молочного, знаете. Если еще такое прожаристое, с кружутом. Я еще не говорю про то, что масло можно сверху, сыр можно сверху еще намазать. Следующий вопрос. Вы сами пишете свои песни? Вы что, серьезно, что-то? Нет, конечно. У меня есть Педро для этого. Что за Педро? Вы не знакомы с Педро? Педро, ми амиго! На одну секунду отвлекись, пожалуйста. Сколько можно говорить тебе, Марко? Не на одну секунду, а на уно моменто. Все, прости, Педро, пожалуйста. Я просто хотел тебя грамотно представить общественности. Давай что-нибудь из нового зачитай, братан. Хотите социалочку? Эй, 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 эй. Все плохо, все плохо, все плохо. Где? В нашем обществе, эй. Со смыслом. Ладно. Повышаем градус крутости. Все хотят знать, хотят знать, откуда у Педро Мани. Он самый успешный человек в Казахстане. Сделю текста под любые ноты. Хоть биржевые, музыкальные. Мне нет стопа. Таббис апп, таббис апп, е-е-е. Таббис апп, таббис апп, е-е. Вся нужная инфа на моем экране. Продвинутый инвестор Педро в здании. И это он стоял у истоков вашей музыкальной карьеры? Это человек, который стоял у истоков всей музыкальной индустрии, понял? Айхан Пах-Пах, знаешь? Это он написал. Педро. Хиро, в твоем треке с Яниксом «Свеж и молот» ты жестко заявил о своем мужском достоинстве. Цитирую. «Свеж и молот, хуй как молот». Это, бля, это просто дань вообще из СССР. Ну что, давай. «Свеж и молот» типа, за всех ребятам типа. Проверим? Понимание. Проверим. Орех. Кокос. И? Гвозди. Ну что, проверим? Проверим. Бля, я... Что за шутка? Что за шутка? Спасибо, спасибо большое. Ты, братан, тоже не подбираешься. Ну все, 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 давай. Киров, понюхай, что вкусно пахнет. Эх, хорошо быть комиком. Ваука, у тебя есть вопросы? Ну, есть один небольшой. Я даже репортаж подготовил. Хиро, а.к.а. Хиросима. Причастен ли ты каким-либо образом к адренной бомбардировке Японии в 1945 году? Нет. Что, нет, Сирен? Блин, ну что, репортаж зря готовил? Хиросима. Хиросима. В 1945 году Хазанский рэпер Хиросима Лешил меня дома. Не, 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 все, убирайте, убирайте. Хиро, было ли у тебя такое, что ты проспался, А у тебя в трусах мокро? А тебе при этом еще снялся AMD. Ты что, мокро не от страха? От алматинского драза. Бля, вообще не ебуйся, ну, бля, прикольно. Ну, типа... Ну, было и было, если мы не знали, у каждого было, почти, наверное. Мы не осуждаем. Хиро, расскажи, пожалуйста, о своих самых странных встречах со своими фанатками. Не было у тебя никогда такого, что к тебе вот подбегает какая-то девочка сфоткаться, а она... AMD. Бля, ты задолбал уже со своим AMD. Хватит пихать это везде. О, дури, бля. Ты больной. Больной на всю голову. Ты хоть раз в жизни, скажи, что это адекватное, и я тебе не уйду. Ну? Ну? Что ты молчишь? Не кажется странным, что твой отец так на Делекура похож? Беллиц! Хиро, кого выбираешь? Найманки или аргинки? Аргинки. Кожи или хумус? Кожи. Домбра или Корт? Корт. Гена Головкин или Трипл Джи Алга? Да, бля, кто эти вопросы писал? AMD. Ну что ж, друзья, мне что-то подсказывает, что сейчас самое время перейти к следующей рубрике. Может быть, наш режиссер? Вот у меня такой. Да, кстати, мать и моя девушка. Что ж, а у нас на очереди наше новое шоу. Этой зимой встречайте на всех экранах нашей страны абсолютно новое, свежее и динамичное шоу. Армрестный с 12-летними, с Ильей Куменым. не протюхал и же максим ты следующий 3 3 3 и ДИСКО ГУДБАЙ ТЕКНО ФОРЕВЕР! Ну что, дичь какая-то? Напомнило, вечер-вечер, когда-то было такое крутое шоу с и Драком, Чапаряном и Щербаков там с дискеткой, с флешкой постоянно приходил, и они так приглашали гостей и задавали какие-то странные вопросы, короче, я думаю, вы видели, это было несколько лет назад, вот, и, собственно, тут тоже такое ощущение было, были какие-то забавные скетчи, тоже странные, непонятные, рад был видеть Ирину Кайратовну, ну, только в лице Ильи и Марки, не считая Жасика. Вот, ну, нет, Жасика вообще, его что-то, по-моему, зовут? Его сто лет не видел, и было приятно увидеть, классно то, что он ведет шоу. Я не знаю, просто смотреть это или нет, многое я не выкупал вообще, смотрел с таким лицом, типа, сейчас что-то было, походу, прикольное, но я не вкурил, вот. Не знаю, Илюха классный был в конце, прикольный. Все на этом, я не знаю, даже выложу я эту реакцию или нет, если вижу еще кучу комментариев по поводу этого шоу, то, наверное, выложу. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны, спасибо за внимание, всем пока. Check it out!